В 2018 году «Газпромнефть» получила ледокольное суднообеспечение «Андрей Вилькицкий» проекта IBSV-01. Характеристики дизель-электрического ледокольного суднообеспечения проекта IBSV-01. Экипаж 21 человек и еще до 14 человек спецперсонала. Водоизмещение около 13400 тонн. Длина 121,7 метра. Мощность грибной установки 21,5 мегаватт. Это более 29 тысяч лошадиных сил. Благодаря особой форме корпуса, который позволяет разрезать и крошить лед, а не давить его как атомоходы, ледокольное судно способно продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледовом поле толщиной до 2 метров, что соответствует ледовому классу Icebreaker 8. Кроме того, оно оснащено вертолетной площадкой, которая обеспечивает возможность посадки вертолетов типа Ми-8. Проект IBSV-01 был разработан Морским инженерным бюро. В его основе концепт-проект Aker Arc 130A финского бюро Aker Arctic. В свою очередь, 130A является развитием проекта Aker Arc 130, по которому для Финляндии был построен Polaris, первый в мире ледокол на природном газе. В сравнении с ним дизельный IBSV-01 стал длиннее на 11 метров и получил вертолетную площадку для посадки Ми-8 вместо площадки для выгрузки лебедкой с вертолета. Также у проекта IBSV-01 выросла мощность грибной установки с 19 до 21,5 МВт, что на момент передачи заказчику сделало его самым мощным дизельным ледоколом в мире. Повысилась и ледопроходимость, но скорость по чистой воде из-за более крупных размеров снизилась с 17 до 16 узлов. Состав экипажа увеличился с 16 до 21 человек. Объединяет финские и российские ледоколы наличие трех винторулевых колонок типа Азипот, вращающихся на 360 градусов. Две расположены в кормовой и одна в носовой частях судна. Они обеспечивают ледоколам максимальную маневренность и позволяют совершать полный разворот на месте всего за одну минуту. На строительство ледокольных судов обеспечения IBSV-01 был заключен всего один контракт в 2015 году с Выборгским СССР на два ледокола. Строительством ледокольных судов занимался Выборгский судостроительный завод в Ленинградской области. К концу 2018 года «Газпромнефть» получила два дизель-электрических ледокольных судна обеспечения IBSV-01. Посмотрим на темпы строительства. Головной ледокол был построен на 4 месяца быстрее серийного. А в целом оба ледокола строились около трех лет, а на менее мощный финский «Полярис» ушло всего полтора года. А сейчас хочу поблагодарить подписчиков, которые оказывают спонсорскую поддержку нашему проекту. Это очень сильно мотивирует нас. Жаль, что вы не пишете свое имя или ник. Я бы указал вас в качестве спонсоров выпуска. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь вашим мнением, за какими ледоколами будущее – дизельными, СПГ или атомными. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!